так наша краска уже подсохла в аэрографе краску поменял процедил каждый раз когда заливаем краску не забываем ее ценить теперь проверяем устраивает ли нас режим работы нашего аэрографа факел и количество материалов вроде бы все устраивает смотрели попробуем материал здесь и также по контуру начиная с больших участках и переходим на более мелкие и до это и и и и и после того как покрасили спину более-менее контур накидали теперь нам тоже самое надо сделать с ушами при этой покраске если заметно я маленько от края желтого отступая примерно сантиметр в некоторых местах а2 чтобы было видно переход от светло-серого к желтому и коричневому видно то же самое нам надо сделать с ушами то есть чтобы по краю был коричневый и дальше не залазить поэтому будет такой интересный переходе если я сразу все залить то не было смысла красить сначала желтым а 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 ну в общем вот такой вот эффект получился светло-серый желтый и темно-коричневый сейчас прокрашиваю все места которые не прокрасил коричневым допустим вот такой как здесь бог хотя некоторые могут оставить на и так сказать что это естественно потому что собаки бывает такой интересной раскраски я все-таки хочу покрасить на здесь уже так скажем на ваше усмотрение я рассказываю технологию а вы уже будет ее своем случае применять как вам удобнее а а а а а вот спину я покрасил более темным бачок более светлым дальше он идет желтый я думаю он очень должен быть похож на корни еще один один вопрос отвечу сразу если кто-то уже заметил что у меня не работает компрессор но я крашу почему во время замены краски когда я краску меняем в аэрографе я успеваю накачивать его полные его хватает на тот промежуток времени пока я крашу делаю это специально для того чтобы он не тарахтел когда я записываю видео поскольку он будет все это шум лишь не мешать часть информации будет восприниматься неправильно поэтому в эти промежутки когда меняя краску такая краска красить сохнет на нашем компрессор накачивает полный баллон а потом его просто выключаем и все сейчас буду опять менять краску только уже не в этом аэрография вот в этом сопло у него 0 3 миллиметра мы будем красть им глаза нос и рот еще коготки поскольку такая тонкая работа чтобы нам не вылезти за границы требуется по более мелкая на нашем случае 0 3 миллиметра а из этого аэрографа мы сливаем полностью краску заливаем воду и промываем его не дай бог краска у нас останется в аэрографе сопло здесь тоже небольшое забьется потеряете очень много времени на его чистку вот так вот у нас вот такой промежуточный получился результат